В нашей виртуальной библиотеке на этой неделе небольшое затишье. Не то чтобы писать о КФУ и вузах в целом перестали. Методом наблюдения выявлено, что тема жизни КФУ и в связи с КФУ волнует наше медиапространство куда сильнее, чем жизнь гигантов нефтяной и нефтехимической индустрии. Столь трогательное внимание к вузовской молодежи, преподавателям и исследователям нашей высшей школы безусловно вдохновляет. Программы не хватит, чтобы перечислить даже все заголовки, что сияли на просторах интернета вкупе с нашим университетом. И все же давайте начнем издалека, причем в прямом смысле. 17 ноября 2019 года, ровно два года назад, в китайском городе Ухань был выявлен пациент номер один с неведомым ранее миру видом коронавирусной инфекции, получивший впоследствии наименование COVID-19. Уханьский гость таким образом отмечает 17 ноября свой день рождения. Впрочем, этого вируса никто не ждал. И выпроводить его можно отныне только поголовными прививками. Санэпидемстанция! Что там? Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки. Конечно, зародился этот вирусный гад значительно раньше. И судя уже по выступлениям главных российских безопасников, у него есть свои лабораторные мамы и папы. Вот секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев так и сказал накануне, что новые инфекционные болезни и пандемии стали появляться в результате опасных экспериментов с вирусами. За два года человечество так и не смогло договориться и прийти к единомыслию по поводу того, как сожительствовать с этим ковидом. То есть жить с ним однозначно нельзя. Но вот как его извести? И тут власти стран мира продолжают в поте лица убеждать сограждан, что лучше привиться, но не всегда находят понимание у части населения. Тогда, накануне Рождества 2020 года, премьер Британии, поздравляя своих сограждан, вдруг обронил, что многие в наступающем году потеряют своих близких. Все над ним смеялись. Но кладбища разрослись по всему миру. И вот в той же Британии, в каждой буквально стране, увы, и в России, мы наблюдаем на этом фоне танцы антиваксеров, на костях уже миллионов умерших. Это что-то и впрямь средневековый такой шабаш-везьм. Итак, страны мира усиливают давление на ведьмаков 21 века. Одна из форм этого — введение зеленых паспортов, QR-кодов, обеспечивающих безопасность во выменяемых изоляцию от маркобесов. В том числе система куаризации должна затронуть и молодежную образовательную среду, где высока концентрация людей разных возрастов, высокая динамика контактов, а значит и риски встретиться с ковидом. КФУ весьма аккуратно идет этим путем. Средства массовой информации вполне нейтральны и почти деликатны, информируют об этом, но по-прежнему в комментариях бал правят антиваксеры. И если про анонимов, что валят мысли под статьями в электронных газетах, говорить не хочется совсем, то вот, скажем, в соцсетях антиваксеры часто выступают под своими именами. Так, в группе ВКонтакте в Казани поймут, новость о куаризации в КФУ вызвала овал комментариев. Правда, когда под комментариями стоят имена, оказывается, что несмотря на кучу постов, собственно, комментаторов не так уж и много, их всего с десяток человек, кто ведет непримиримую битву добра со злом. В нашем случае большим знатоком во вредности вакцинации, ненужности куар-кодов в вузах выступала некая Римма Коновалова, товаровед непродовольственных товаров, серьезный, прямо скажем, эксперт. Знания глубокие. Вот она, например, пишет, «Если я хоть чем-то сболею, я сама себя вылечу тысячу процентов. Мое поколение в школе учило и НВП, это начальная военная подготовка, и были, как сейчас называется, курсы, которые были обязательны, так вот у меня были медицинские». Или вот еще один ее пост. «Откройте, пожалуйста, труды Гиппократа, где ясно написано, в организме человека имеются все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности человека, что, кстати, и доказывается теми, кто переболел как бы бессимптомно». Ей противостоит пару парней. Антон Морев пишет, «Ссылаться на труды человека, которые вы не читали 21 век назад, ну просто уничтожил аргументом. Ссылаться на личный опыт туда же, врете вы или не врете, когда заболеете столбняком или бешенством, сразу ныть начнете. Читаю вас и вижу, что вы просто очередной фрик. Прошу лишь не распространять ваш вздор в публику и начать заниматься самообразованием». Парень, кстати, закончил Чебоксарский университет, а 25-летний Салават Хайрудинов в сердцах даже написал про антиваксеров. Господи, откуда вы только беретесь с этими аргументами про зомбо-ящик? В интернете ничуть не меньше чуши и фейков, однако поголовно верите смертность от вакцины. Вакцина практически во всех случаях спасает от тяжелых или смертельных случаев. И это не из головы взято, а статистика по всему миру. Вот такие нешуточные битвы в сообщениях о куаризации в КФУ. Радует, правда, что голоса здравомыслящих молодых ребят стали звучать в полемике все громче. Мам, а может, я когда вырасту, тоже закодируюсь? Знаете, это еще не все. Казанские ведомости никак не могут найти себя в молодежной тематике. И вот уже выдают новость с пугающим заголовком. Всех перемочим. Вот. В медийном воздухе запахло мокрухой. Но следующая строчка немного развеивает ожидания криминала. Студенты КФУ устроили снежные бои на территории общежития. Вон оно что. Издание подверстывает к тексту безобидное видео с территории деревни Универсиады, на котором студенты играют снежки после выпадения первого снега. И все. Вот просто все. Больше ничего. Просто видео ТикТок с мокрушным заголовком. Я пропустил тот момент, когда средства массовой информации стали просто ретрансляторами ТикТока. Похоже, что да. Пропустил. Понимая, что в редакции газеты наверняка работают многие выпускники нашего журфака и чувство некоторой неудобства за это, хочу их малость просветить и подсказать, как можно было бы развить сюжет, сделать его более интересным, содержательным, образовательным. Можно было вспомнить, что игра в снежки придумана совсем не в деревне Универсиады КФУ. Особо отличились, кстати, студенты Принстонского университета, где устраивались истинные побоища снежками, с травмами и ссадинами. Или, например, что родоначальники кинематографа, братья Люмьер, сняли не только прибытие паровоза. Субтитры создавал DimaTorzok Сенсация снежных боев в КФУ уходит, а познавательный контент приходит. Можно же было так? Кликбей-то не очень, а солидности добавило бы. Впрочем, я начал по привычке учить. И не зря. Ведь мы накануне впервые отмечаемого в стране праздника работников высшей школы. Людей незаслуженно забытых, кучи праздников, всего и вся. А ведь именно они исправляют сегодня дефекты средней школы и дают базу для будущих профессий молодым, и ведут научные исследования, и с радостью, а то и с грустью, следят за карьерами выпускников. Пусть радости в их питомцах они ведут больше и чаще. С праздником, коллеги! Тушим свет и веселимся! Продолжение следует...